Ой, ну если Стивен Сигал так хочет умереть за Путина, да пожалуйста, пусть это сделает, но где-то на территории России. Вот единственная у меня просьба. Все остальное ради бога. Раз в голове такая вавка, думаю, вы со мной будете солидарны. Если нет, пишите в комментариях. Сергей Брачук подключается к нашему эфиру. Прямо сейчас спикер Украинской добровольческой армии Юг. Да, Сергей, ну, прости вы на Сигала, я думаю, тут мы с вами не продолжим, потому что вроде все как однозначно. Давайте обсудим все-таки, что происходит в Одесской области и в Одессе. Российские террористы 9 октября очередной раз атаковали Одесские рейнобилистическими ракетами. Целью врага стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнер обвоз под флагом Панамы. В результате вражеской атаки уже, к сожалению, стало 9 человек и есть раненые. Пожалуйста, расскажите, какая ситуация сейчас, что нужно знать? Да, к сожалению, именно так. И буквально сразу после того теракта у нас в Одесской области был день скорби. И в этот же день, в эту же ночь, к сожалению, снова прилет, снова полистика в территории временно оккупированного Крыма. Попали в фермерское хозяйство, где люди выращивали продукцию, проживали рядом со своим производством и четверо из них погибли. Десять человек получили травмы и ранения различной степени тяжести. Несколько из них находятся в очень тяжелом состоянии сегодня в наших больницах. Еще десять человек получили небольшие травмы, психологическую помощь буквально на месте. Четверых удалось спасти из-под завала. Среди этих четырех, которые, к сожалению, погибли, есть и 16-летняя девушка, 22-летний парень, женщина 46 лет. И сначала этих жертв было три. Под утро скончалась еще одна молодая женщина 26 лет. То есть буквально за два дня Одесса и Одесская область потеряли 13 человек. Причем в основном это молодые люди, в основном это мужчины, потому что когда попало в судно под флагом Панамы, происходили разгрузочные работы. И как раз наши граждане, наши сограждане, граждане Украины попали под этот обстрел вражеский. К сожалению, мы сегодня можем отметить тенденцию, что эти попадания по портовой, припортовой инфраструктуре, они далеко не случайны. В приоритете у врага действительно остается террор. И сюда Сигала, ну уж вспомним, раз видели сюжет, сюда его необходимо привезти и показать, вернее, посадить на эту ракету и отправить в Освояси на Россию. Я тут с вами действительно солидарен. К сожалению, террор и попытка каким-то образом повлиять, а каким образом инструмент мы сегодня видим, это использование баллистических ракет, повлиять на работу украинских морских коридоров. Действительно, украинские морские коридоры, они работают сегодня мало того, что в условиях войны, но при этом показывают такие результаты, которые впечатляют весь мир. Потому что это не просто экономика, хотя это важная часть экономики, это наш ресурс, это вклад в бюджет нашей страны, который противостоит ресурсно-агрессии Российской Федерации. Ну и, собственно, это демонстрация того, что Украина обеспечила в этой части Черного моря безопасные прохождения иностранных судов. И вы видите флаги разных государств, приходят сегодня в порт Одесса, в порт Черноморск, в порт Южный, это Большая Одесса, так называемая, выходят отсюда с продукции. И мы говорим не только о зерновой продукции, не только о агропромышленной продукции. Сегодня номенклатура этих товаров очень большая, и сегодня это и экспорт, и импорт. Понятное дело, что врагу это не дает покоя. Понятное дело, что таким образом пытаются влиять не только на нас, украинцев, а, как я уже сказал, на общую работу морских коридоров, прежде всего на наших партнеров. Потому что, действительно, если есть определенные угрозы, сразу таким образом повышением, например, стоимости страховых полисов реагирует рынок. И это происходит. И враг это понимает прекрасно. Более того, вот этим видом, что вот здесь удары, здесь небезопасно, враг спокойно, тем не менее, торгует украинским ворованным зерном, которое вывозит с наших временно оккупированных территорий, выдает за свое зерно и пытается влиять на европейский, мировой рынке зерна. Потому что, опять-таки, Украина участвует и в международных программах, которые обеспечивают продовольственную безопасность всего мира. Потому что Украина большой игрок на этом рынке. Россия пытается и здесь в открытую воевать, в открытую заниматься террором. Вот главные причины того, что происходит, то, что пытается враг предпринять. И учитывая то, что я уже озвучил, украинцев сложно испугать, я даже не знаю, насколько это возможно и чем, то на наших некоторых партнеров вполне вероятно это может произвести впечатление. И тут вопрос стоит о том, что здесь, на юге, необходимы те системы противовоздушной обороны, которые могут прикрыть небо, могут закрыть небо от баллистики. Потому что, что касается шахедов, у нас сегодня есть инструменты, которые позволяют уничтожать эти летальные аппараты, боевые аппараты, ударные. Поэтому баллистика – это действительно вопрос номер один на сегодня. И вполне вероятно, партнеры, ну, уже не просто будут обещать, что давайте мы сделаем здесь более шалонированную оборону ПО, но это будут конкретные шаги от наших союзников и партнеров. Сергей, вот в контексте, опять-таки, того, что украинцев тяжело, к сожалению, напугать уже чем-то за эти почти три года войны полномасштабной, я сам недавно был в Одессе, меня очень приятно удивило, что на потемкинских лестницах играют песни бумбокса, океанельзы, нету никаких вот этих вот цоев, которые недавно попадали в эфир. Вот, и были даже в телеграм-каналах какие-то скандалы из-за этого. Абсолютно про украинскую молодежь это радует. И я хочу спросить, как сейчас происходит борьба с российской пропагандой в районе Приднестровья. Я знаю, что есть информация, что глушат там активно сейчас российские радиостанции, которые пытаются добивать туда в различные регионы Одессины. А Одесская область, если не изменять память, самая большая в Украине. То есть есть, скажем так, с кем им работать. Как эта борьба ведется, насколько успешно? Есть ли какие-то у вас данные? Ну, Одесская область еще и столичный регион, потому что Одесса это морская столица нашей страны. Что касается борьбы с пропагандой российской, то действительно это проблема, которая появилась не сегодня. Она существовала и существует еще сегодня, с 91-го года прошлого столетия. Много было обещаний, много было попыток что-то сделать в этом направлении. Я одно время тоже был, ну, скажем так, как человек с активной гражданской позиции, причастен к этому процессу, в плане того, что мы стучались во все провластные коридоры и говорили, необходимо что-то делать. Что делать технически? Вот так, контрпропаганда, соответственно, тоже. И вот сегодня мы видим о том, что технически этот вопрос стал решаться. Спасет ли это полноценно, там, 100% избавит нас от российской пропаганды? Наверное, вряд ли. Но, с другой стороны, первый очень существенный шаг он сегодня сделан. Поэтому я надеюсь, что этой пропаганды, конечно же, станет меньше. Потому что граница с так называемым Приднестровьем, мы прекрасно понимаем, что оттуда ретранслируется, какие нарративы и какие настроения десятилетиями вкладывались людям в головы. Без преувеличения, если смотреть открыто правде в глаза. Поэтому и, соответственно, настроение, в том числе и до начала полномасштабного отражения в некоторых районах, я сейчас не говорю о всех жителях этих районов, но, тем не менее, у многих из них они были, ну, мягко говоря, не прогосударственными, не проукраинскими. Я не люблю само слово «проукраинское». Украинские должны быть. Я думаю, что и полномасштабное отражение, и вот эта работа, которая началась, контрпропаганда, в том числе с использованием технических средств, она должна исправить ситуацию. Вы верно подметили, что сегодня ставку надо делать на молодежь. Никто не говорит о том, что надо про людей старшего возраста забыть. Нет, надо бороться за каждую душу, как говорится, каждое сердце. Но молодежь, действительно, она и украинская, молодежь европейская, и молодежь прекрасно понимает, что необходимо делать. И тут необходимо, на мой взгляд, именно молодежь привлекать к этим процессам. И процессам контрпропаганды, чтобы они общались со своими старшими, соотечественниками, со своими родителями, в конце концов, потому что разные случаи бывают на бытовом уровне. И то, что вот эти процессы, они идут, они идут довольно-таки активно, но, конечно, это не может не радовать. Надеюсь, что в этом плане и Молдова будет более успешно двигаться, потому что у них выборы. Я думаю, что наши соседи сделают правильный выбор, европейский выбор, и решат в том числе все свои вопросы территориальные, потому что часть Молдовы под оккупацией. Я думаю, сегодня хороший исторический шанс все вернуть, вериться в родную гавань. Ну и тогда российской пропаганды точно станет меньше, и понятно почему. Я очень короткую ремарку себе позволю. Просто был в Авдеевке в 2021 году, накануне полномасштабного вторжения. И я был в шоке, когда ты едешь по центру города, и просто в автоприемнике ловит, знаете, какая радиостанция? Новороссия-Рокс. И это кажется вроде чем-то таким, ну, несущественным, но по факту это была очень большая проблема для регионов Донеччины, для которых просто добивала российская пропаганда, и там было захвачено очень много городов, как раз вот ментально таким ужасным контентом, который мы сами понимаем, что людям в голову вбивал. Сергей, хочу вас спросить о том, каковое государственное финансирование должны получить на обеспечение жильем детских домов семейного типа. Те люди, которые вынуждены приехать из городов, которые находятся на прифронтовых территориях, вот сегодня, я понимаю, что Одесская область занимается этой программой, приняли решение, как пишут, о полном обеспечении потребностей семи общин Одесской области. Что об этом известно, расскажите, пожалуйста. Ну, собственно, это больше вопрос, конечно, к представителям областной военной администрации. Я тоже знаю, что этой программой сегодня тщательно занимаются. Есть соответствующие структуры, соответствующие решения также приняты на уровне главы региона Олега Кипера и соответствующих департаментов и управления областной военной администрации. Поэтому здесь процесс не останавливается. Вообще, Одесская область стала домом для многих наших соотечественников не только с юга нашей страны, не только с Херсонщины, когда, к сожалению, был оккупированный областной центр, не только когда тяжелые бои были фактически уже под Николаевым. Но это и Харьков, это и Донецкая область, это Луганская область, Запорожская область. То есть много здесь наших, они все наши. Поэтому здесь социальные вопросы у нас, они на самом деле не просто решаются. Здесь подход у нас, знаете, какой-то, наверное, все-таки особенный, одесский, я бы назвал его домашним. Потому что, ну вот уже как председатель Общественного совета при областной военной администрации сейчас я скажу, я не помню случаев, когда мы бы обращались не только по конкретной ситуации, но и, скажем так, по каким-то проектам социальной направленности, в том числе и по жилью, по предоставлению рабочих мест. Я не помню случаев, чтобы отказали или не помогли. Все ли гладко, все ли хорошо? Конечно, нет. Это однозначно. Но сегодня изыскиваются не только государственные ресурсы. Сегодня на уровне области много решений таких принимается. Это те реалии, которые на сегодня есть. Опять-таки, работы еще здесь очень много. Но думаю, что Одесса справится. Ну, мы обязаны это сделать. Спасибо большое, Сергей. Сто процентов уверен, что Одесса справится. И как и справилась с началом полномштабного российского вторжения, не допустив высадку российского десанта. Мы все прекрасно помним эти дни, когда действительно все одесситы... Спасибо, что помните. Это невозможно забыть. Одесситы все на пляжах, я помню, выстраивали эти баррикады из песка. И в том числе памятник Дюк обложили песком. В общем, все было показано российским оккупантам наочно, как и кто их собирается встречать в Одессе. Спасибо. Сергей Брачук, спикер украинской добровольской армии Юг, был в эфире «Фридема». До свидания.